Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Утро на Болткоме. Ну что, у нас заканчивается месяц январь, закончились, можно сказать, вот все эти установки, прогнозы, которыми мы жили, которыми мы руководствовались на протяжении вот этого месяца, оглядываясь на... даже не оглядываясь, а поднимая глаза к звездам. Нам нужны новые установки, новые руководства, новая информация. И мы внимательно слушаем. Слушаем астропсихолога Наталью Бушурову. Здравствуйте, Наталья, доброе утро. Смотрим на февраль. Доброе утро. Что у нас в феврале, какие тенденции, что происходит в мире планет? Смотрим на февраль и нарадоваться не можем. Улыбкой не сходит, смотрим на лица, как с лица астропсихолога. Почему? Потому что так все смешно или потому что так радостно? Радостно. Ну смешно это уже как бы вообще все смешно, конечно. Но радостно тоже отчасти. Так, мы хором сказали. Рассмотрим примеры радости. Примеры это то, что, во-первых, 30 января. То есть буквально Венера возвращается к прямому движению. Она была попятна в ретрограде. Женя создает на декабре. Было нам сложно. И было нам тяжело. Поскольку это еще в знаке розы, в новом знаке. Мы все что-то переоценивали, пересчитывали. Задумывались над тем, то ли мы любим, то ли мы выбрали. Тому ли мы сказали, да, вообще-то так. И теперь, наконец-то, наступит период ясности. И мы определимся с выбором после 30 января. Это в пункте первой, который не может не радоваться. Ясность финансовых дел, имущественных дел. Далее. Не всех это ясность, наступившая просто обрадует. Меня вот что немножечко смущает. Ясность-то да, наступит. Но результат как-то так, о-о, кто-то скажет. Так оказывается, совсем все. Полтора месяца посчитывал, посчитывал, посчитали, прослезились. Это тоже не исключено. Я все равно лучше, чем заблуждение. Или вам лучше, чем заблуждение жить как-то было по... Тут сразу как-то матрица на уходе, в фильм. Ну, с другой стороны, хорошо. Разберемся мы, значит, с имуществом, с любовными делами. Чем заняться нам в феврале? Куда направить свои усилия? Значит, направляем сначала свои усилия на встречу Нового года. Одеваемся нарядно в 7.48 по Рижскому, Латвийск. Времени встречаем год Тигра. Утром. Я хотела уточнить. Утром. Утром. Как раз у нас эфир начнется. Всех поздравим сразу с Новым годом. А почему так вот 7.48? Вот обычно куранты бьют там в 12 часов, а тут как-то... А в Кедропавловске и Камчатском полночь, например. Не, ну простите, тут вообще как неровное какое-то время, 48 минут. Ну, что-то сбилось. Я все объясню. Потому что по восточному периоду Новый год наступает каждый раз, когда стоится на валуне по знакам Далия. В этом году на валу знака Далия стоит в 7.48 утра полночь и сквозь время. Ну, все объяснили, да, логично. Я даже записал. Далее. Еще радостное, предлагаю. Ну, во-первых, чем нас радует наступление Нового года? Это Новый месяц, это Новый год, это запуск новых программ. Мы смотрим, конечно, в Новый год с ассимизмом, с большим. Убедили меня. Дальше, дальше, еще радостное. Меркурий заканчивает роградное движение. 4 февраля он в социальной, он замрет перед разворотом. А значит, 4 февраля все мероприятия дела, а именно мыслительные процессы, переговоры, общения, какие-то диалоги, взаимодействия, письма, переписка, звонки, покупка, продажа, поездки. Все может изрядно тормаживать. Но только лишь для того, чтобы с 5 числа начать активное движение. Потому что 5 февраля Меркурий пойдет прямо, наконец-то вернется к прямому движению. Это не может не радовать. Тут и Венера, и Меркурий, все просто в одни ворота. Повернется, наконец-то, передом. Да, Аклесу задом. Да. И, соответственно, складываем эти 3 позиции. На прямой мероприятий, просто сплошная ясность. Более там, с 5 числа, фактически, у нас не остается ни одной литроградной планеты. Все планеты, и мы, и наш край предстоящий, это месяц ясности, понятности, определенности, наконец-то. Да, абсолютно прав, Александр. Определенности они всегда бывают удобные. Может быть, кому-то приятнее было жить в счастливом неведении, но, не знаю, на мой взгляд, это все-таки значительно лучше, нежели в каком-то тумане быть. Наталья, вспомним же наше все Александра Сергеевича. Ах, обманите, я сам обманываться рад, в конце концов. Ну, хорошо. Ну, пусть обманывается Александр Сергеевич, а вот... Да, мы за ясность. Мы за ясность. А, Наталья, скажите, часто ли бывает действительно, что все планеты выходят из этого литроградного движения, и, ну, вот такое совпадение, как оно часто происходит? Ну, вот так вот мы прям поймали. Ну, не так часто, на самом деле. Не так часто. Не скажу вам, в какой периодичности, но это и события ежемесячные. То есть, я к тому, что нужно ценить этот момент, который выдается не так часто происходит. Еще очень важный момент тоже в феврале, на что хочу обратить внимание. Здесь такая цепочка событий выстраивалась в меркурианско-плутонианске. Смотрите, наш Меркурий был прямым в конце декабря. И соединился с такой планетой, как Утон. Вот если на конец декабря у нас состоялись какие-то подписания, встречи, договоры, вообще переговоры, диалоги, где мы что-то решили, потом Меркурий пошел вперед, потом развернулся, и все вот эти процессы, начанные в конце декабря, в начале января, они могли затормозить. То есть, знаешь, какой-то пересмотр. Как раз завтра, в год у нас состоится снова соединение Меркурия и Плутона, калекрадного Меркурия. А значит, завтра, мы вокруг завтра, сегодня, завтра, послезавтра. Могут быть ситуации, когда вроде бы то, о чем мы договорились в конце декабря, в начале января, нам скажут, а извините, а вот меня не устраивают условия, а давай пересмотрим, а давай переподпишем, перепосчитаем, мы вам слишком много дали, отдайте обратную часть. И 11 февраля состоится вновь соединение этих двух планет, Меркурия и Плутона, уже окончательные и бесповоротные, и вот тогда будет финальная точка вот этих долгих-долгих переговоров и пересмотров. Я думаю, это важное событие на фоне всего того, что сейчас происходит, о чем в частности сейчас новостях, упоминали без всяких деталей, сейчас просто хочу сделать акцент, что 11 февраля, вокруг 11 февраля, это важная точка закрепления договоренностей. Да, действительно, напоминает происходящее в большом мире. Тоже там прозвучали какие-то такие даты в середине февраля, что должна наступить ясность, наконец договориться, кто там с кем не договорится. Мы ждем, надеемся и верим в лучшее, конечно же. Еще тоже, на 11 февраля, хотела бы отнести такое событие, как распадается аспект, напряженный между Сатурном и Ураном, под влиянием которого мы жили весь 21 год. То есть мы о нем уже говорили раз, это та самая борьба старого с новым. Этот аспект распадается, если он становится слабее, 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 теряет свое влияние тоже в феврале фактически, но второй, третий, когда февраля, он уже будет гораздо слабее, неже раньше. Да, он вернется еще в этом году, об этом тоже не могу не предупредить, это будет июнь, август, тябрь, октябрь, он еще напомнит о себе, но это уже будет финал. А пока распадается это напряжение, и это тоже хорошо. Порадовали. А с финалом что произойдет? Вот вы говорите, сентябрь, октябрь, это финал. И победит новая, старая? Или как-то они договорятся? Я серьезно, ну что усмеюсь? А кто победит, Наталья, скажите, кто победит? Не знаю, кто победит. Подождите, 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 вы говорите о борьбе старого с новым. Вот я и спрашиваю, так победит новая, старая, или опять же они договорятся, и будет какой-то компромисс. Ну и это будет новая. А, я уже запутался тоже как-то. Я смотрю на Наталью опять подвечку. Почему-то мне на ум пришла в ответ на ваш вопрос, мне на ум пришла в каждой резине дискотеки-авария. И опять нас обманут, и ничего не нададут. Ну, в общем, старая с новым будет бороться, вроде какая-то будет ясность, кто-то кого-то победит. Конечно победит новая. Ну, конечно победит новая. Ну, вот и определились. Не было же сложно сказать, Наталья, а, в конце концов. Однозначно победить новая не может быть уже по-старому. Они сейчас все старые, и старая очень рьяно сопротивляется именно потому, что новая неумолима наступает именно в господи. А вы понимаете, что вы сейчас опять говорите о политике? Именно в этот период, о котором вы рассуждаете, будут парламентские выборы. Когда? А, в смысле осенью. Ну, в начале осени, ну да. Победит новая. Второго. 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 Второго, сентября или октября? Шестого. Давайте о чем-то говорить. Да, давайте перейдем к мирным вообще. Давайте про любовь. Давайте про любовь. Выкинь за любовь. Про политику. Это первого числа в 7.58. Да-да-да, Наталья, мы с вами. Что с любовью? Что с любовью? В феврале. С любовью все разно. Такие две планеты, как Венера и Марс, весь февраль идут рядом друг с другом. Венера – это женская энергетика, Марс – это мужская энергетика. И они по углу, в знаке Козерога, да, как по углу. Во-первых, чем хороший знак Козерога для любви и отношений? Любых отношений, любых парнерских отношений, взаимоотношений, взаимодействий. Козерог – это знак крепости, верности, преданности, надежности, законности, четкость кассетий, конкретности. Вы специальные слова подбирали на «ти». Вы как «ти»-ма «ти». Ну, почти. Почти. Ну, вы формируете «ти». Да. Ну-ну-ну-ну. Да-да-да. Продолжите. Идти. Да. Пожалуйста. Все, прекратите. Идти. Марс и Венера. Соединение. Нас рады. Значит, середина месяца, 16-го числа, состоит точное соединение этого планета. Значит, уже 14 февраля мы будем находиться под влиянием этого соединения. Поэтому все союзы, которые будут сформированы во второй половине месяца, или даже в вторую-третью декаду месяца, они имеют высочайшие шансы быть долгими, крепкими и очень надежными. То есть свадьбы можно смело назначать на вторую половину февраля? Можно назначать свадьбу на вторую-третью декаду февраля. Можно любые союзы. Крепкие союзы. Александр любит политику. Вот я хочу сказать, что вторая-третья декады февраля как раз-таки могут быть возникновения новых каких-то союзов здесь, на политической арене. Не, ну вы тоже так вот оцениваете. Александр любит про политику. Александр любит, может быть, про любовь. Ну приходится про политику. Ну ладно, Александр. Тогда про любовь к политике. Возможно, политика найдет свою любовь друг к другу. Тоже не исключено. Ай, какая романтика. И главное, все это произойдет 14 февраля. Тоже кто-то скажет совпадение. Ну, честно, не думаю. У нас квалифицированный астропсихолог говорит, 14 февраля вот звезды садутся так, что по-другому уже не получится и не придется. Подводя уже, наверное, итоги, я смотрю на часы. Что, чем будет все-таки вот февраль отмечен? Какими тенденциями? То есть мы уже понимаем, что можно будет во второй половине жениться, назначать свадьбы, любовь к делу, бизнес, переговоры, поездки, покупки. Что еще? Единственное, к концу месяца у нас там будет очень напряженный такой момент. 25 февраля, значит, вокруг 25 февраля будем внимательны и осторожны. То есть это как минимум там с 22, наверное, по 28 февраля. Осторожная дорога, осторожность техника. У нас напряженный диалог между Меркурием и Ураном. Там можно поругаться, это скандалить, очень серьезно можно лишнего наговорить, обидного наговорить. Такая достаточно взрывоопасная энергия, но, скорее всего, относящаяся больше к машинам техники и небрежно брошенным словам. И полнолуние у нас такое тоже водолейско-львиное, луна во льве, солнце в водолее. Здесь тоже вокруг полнолуния, это 16 число, значит, 15, 16, 17. Тоже надо быть внимательными и осторожными, поскольку, ну, можно быть очень невыдержанными, несдержанными и по этой причине тоже натворить дело. Вот это самые такие, наверное, две напряженные точки месяца. А в остальном, если говорить о феврале, очень хороший месяц для примирения, для союзов, для финансовых дел, кстати говоря, очень хорошо разговаривают друг с другом, такие две стихи, как вода и земля, а это хорошо для адаптации тоже к любым ситуациям и событиям. Хороший месяц, приятный. Такие замечательные слова для финала «Утро на Болткоме» именно в пятницу, в последний рабочий день недели. Как же замечательно вот это было услышать, что достаточно следить за языком, быть вежливым, аккуратным, и месяц будет успешным. Большое спасибо за рекомендации, Наталья. Спасибо. С наступающим вас Новым годом. Пусть у вас тоже и месяц, и весь год будут удачными. А, кстати, как нужно его встречать? Нужно ли специально что-то для этого, ну, просто красиво нарядиться, да, сутрица? Сутрица красиво нарядиться, да. А, и помните, что в год тигра нельзя занимать позицию жертвы или добычи, потому что тогда тигра нас съест. Вот с таким напутствием говорим спасибо большое Наталье Бушуровой. Спасибо. Хорошего дня, месяца и года. До новых встреч в эфире. Пока-пока. Ну, а у нас впереди программа «Климат-контроль», после которой будут программы «Семь дней и ночей» и «Культ просвет». Радио Болткома Да, ди...